Продолжение следует... 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 Вот опять-таки, смотрите, для их не знать, да, для того, чтобы слово звучало мягко, русский язык, он намного мягче, чем у нас раз. Почему? Мне намного проще, потому что, да, если кто не знает, я снялась в Украине, вот, да, я родилась в Москве, у меня отец в Москве, вот, у меня все там, у меня мама украинка, поэтому я осталась после развода родителей в Украине, вот, соответственно, я знаю и русский, и украинский. Поэтому я могу сравнивать там и там, да, поэтому украинский ближе на суд, значительно ближе, вот, потому что в Москве, в Болгарском, намного ближе, вот, у нас в болгарском зелен, да, у нас зеленый окончаний, те, которые у нас связывают с русским, вот, это вот форма окончаний, чего нет в болгарском языке, то есть вот таких, да, которые изменяют слово, для нас это ближе, и у нас есть буква F, добрый день, добрый день, да, в украинском добрый день, вот, то есть немножко мне на суд было легче воспринимать, чем вам русский, то есть, да, нельзя провести параллель, три языка, но каждый имеет такое свое, определенное своеобразие, и очень тяжело их, знаете, вычленивать друг друга, вот, поэтому, поэтому мы слушаем, внимание, после секретаря, и так, поехали, дырым, дырым, дырым. О, здравствуйте, компания Shadow Services. Что вы хотите? Хотите, хотите, хотите. А, ничего. Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я хочу, чтобы начать работу в вашей компании. Работать. Работать в вашей компании. Или я хочу получить кого, чтобы работу. Или начать что делать? Работать в вашей компании. В вашей компании. Я хочу записать час на интервью и поселать автобиографию. 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 Еще один момент, очень важный, ребята. Автобиография – это документ, который пишется в основном тогда, когда вы устраиваетесь на работу. Вот. То есть вас уже берут. И человек хочет знать, что вы из себя представляете, да, директор. Потом в личном деле, это то, я говорю конкретно о России, об Украине, то есть здесь нет разницы. То есть вы уже взяты на работу. Человек по вашей автобиографии не будет смотреть, подходите вы ему или нет. Ему все равно, были вы замужем или нет. Есть у вас дети или нет. Ему не нужны эти данные. Когда вы устраиваетесь на работу, вы отправляете рейзу. А автобиография пишется уже тогда, когда вы оформлены просто для личного дела, чтобы начальник мог посмотреть и, да, как-то спланировать ваше существование в данной компании. И скучно. Вот. То есть я пришлю вам свое резюме. Рейзу на своем. То есть вот это вот момент. То есть если вы скажете, что я вам пришлю свою автобиографию, вы скажете, что это не дурачок какой-то. Нет, потому что у нас автобиография написана. А у нас тоже есть. Я работал. Да. Да. Автобиография так и пишется. Мы обязательно на следующем уроке. Я вам принесу просто образцы, чтобы у вас были. Потому что в жизни, возможно, это пригодится. Разбирать детально мы не будем, потому что автобиография она и в Болгарии, и в России, и в Украине разницы нет. Вот. То есть основные 4-5 пунктов. Все. Которые вы расписываете. А вот резюме. Правильное, качественно сделанное резюме сейчас нарисовато. Многие сайты предлагают шаблоны. Но они настолько убогие и настолько я от многих людей слышала, когда присылают по шаблону сделанное резюме, это ужасно. Их просто как кандидатов не рассматривают. Поэтому есть, к сожалению, такая вот негативная практика с работы с резюме. Если будет интересно, мы с вами рассмотрим и составим правильное, правильно слушаем резюме, подобранное на русском языке без ошибок. так, чтобы у нас, знаете, по-моему, я с вами так хочу говорить. Так, да? Опять и пекар у нас с друзьями. на русском языке. Да, да. Резюме – это не столько, по-моему, было? Ну, это во всём? Нет. Нет. Это автобиография, но более сжатая и выпущенные много моментов. То есть, да. То есть, автобиография, она как бы жизнь, да, семья, в резюме этого всего нет. Только ваши профессиональные навыки. Вы продаёте себя. Вы себя предлагаете, вы себя продаёте. Это звучит ужасно, но, к сожалению, у нас товары и личные, да, отношения в жизни. От них никуда не денешься. Вы себя продаёте, вас покупают. Ваша задача поставить себе как можно в лучшую цену. Правильно? Вот. Итак. Сейчас резюме, кто выписывал по-подробному? Нет, 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 нет. По-подиографии. Пиши своё. Это упасно. Что упасывается? Что упасывается? Что указывается в резюме? Фотография. В резюме. Дальше. Что указывается в вашей машине? Вы владеете. Компьютер, ярлыки. Чем вы можете полезны быть в фирме конкретно? Почему должны вас именно взять? Вы рассказываете о своих интересах, вот, да? В каких-то курсах, о своём обучении. То есть, конкретно вы как профессионал, а не вы как, скажем так, да, член семьи своей. То есть, работодателя не интересуют эти подробности, когда служил в армии. То есть, в резюме вы просто указываете, да, там, прошёл годную службу. Всё. Был, не был. И то, в современных даже это не указывается. Особенно, да, вот, вот, если брать сейчас фрилансеров, вот, вы знаете, да, в публике девайсе, да? Свободной рабочей. Вот. Это, скажем так, профессия, которая очень популярна. Вот. Набирает обороты в современном мире. Вот. И, скажем так, вот, да, вот. Хорошо и качественно составленное резюме – это 90%. Поехали дальше. Заканчиваем. Ну. Слишком долго. Сейчас надо... По поводу резюме. Ну, я сказал. А скажи ещё. Ну, пожалуйста. Ну. Я послал. Пришлю. Я пришлю. Ну, ты, 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 ты. Ну. Откуда это значит? А, ты уже послал, да? Да. Я прислал. Я прислал. Я прислал. Резюме. То есть, плавали не прислали. Прислал. Да, послал. Можно, 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 прислал, и можно выслал. То есть, можно и так, и так. Но слово «выслал» ещё используется, когда, да, его выслали из страны. То есть, здесь немножко, вот, да, двоякое ощущение. Поэтому, когда речь идёт о письме, его лучше всё-таки прислать. Вот. Или я вам отправил письмо, да, на электронную почту со своим резюме. Хорошо. Хорошо. Я передам ваше резюме. Ваше резюме. Э. Окончание средней ротки. Ваше резюме. Правильно. Ваше резюме. Если вас… Озбрет. Будем… Позвоним… Заскричаем. Ваше резюме. Если вас… Опять-таки, для тех, кто немножко ориентируется… Мартин, слушай. Если вас одобрят. Если одобрят вашу кандидатуру. То есть, не просто вас. Вас не могут одобрить. То есть, вы претендуете со своей кандидатурой. Её могут одобрить, а не человека. То есть, вас как профессионалы или купят, или не купят. О. То есть, если вас одобрят, я позвоню, и мы назначим встречу. Опять-таки, да? К сожалению, ничего не могу сделать. В голосовании была выбрана именно эта тема. Эта тема является тяжёлой для новичков. Вот. В следующий раз… В следующий раз, если хотите, мы начнём с… Скажем так, привет, как тебя зовут. Сколько тебе лет, где ты живёшь. Вот. Поэтому, достаточно сложно сейчас на слух. Но, тем не менее, ребят, привыкайте воспоминять на слух. Обязательно. Чем больше слышите, тем лучше запоминайте. И потом будете… Ой, это слово я слышала. Что оно значит? Пошёл к ребятам, посмотрел. Я вчера делала уроки с Е. Но слово я так и не понял. Нарисован клубочек ниток. Вот. И слово с Е. В. Да. Да. Ну, что за… Что за слово? Кругло. 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 Точно. По-любому. Кругло. 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 Я увидела ваше объявление на сайте. Точка. Или же… Или же… На сайте, где опубликованы объявления о работе. Сайты работы… Сайт с предложениями о работе. Проще всего поставить то, если не заморачиваться. Опять-таки, при деловом общении, ребята, используйте максимально короткие фразы. Чтобы человека не заблуждать лишней информации. Ему не до вас. Временно ввязывайтесь. Он хочет как можно быстрее от вас отвязаться. Любой человек. Вы вторгаетесь в его зону комфорта. Понимаете? Поэтому вы должны свою просьбу сформулировать настолько четко, настолько лаконично и быстро, чтобы человек не понял, что вы ему уже надоели. Это очень важно. То есть, чётенько, 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 первое, второе, третье, быстренько получили свой ответ, положили в трубочку и сказали до свидания. Поехали. Я уже знаю, что scientist. Может быть, ты там program reform ? Поехалиurg, ты нам про что-нибудь скажешь. Расскажешь? Надо немножко остановиться. Хотя я скажу. Да, я хочу. Да, да. Или хорошо я подумаю. Яна, хорошо я подумаю. Хорошо, я согласен. Согласен. Или ты подумаешь? Будешь на меня работать? Хорошо, я подумаю. Ну вот. Как лучше я подумаю? Встреча. Хорошо. Я хочу. Я хочу. Можно. Попробуй смотрите. Встречу вам. Встречу. , потому что разум mercado. Придンожить вопрос того, что встречу вам. Попробуй. Дайте мне кнопочку. Ребята, поддержи, да? Всех ну, да, поддержи. Поддержит, да. Да, ясно. Ощущаем. Ощущаем. О, какого страшного, ничего не на свете. Подержи, это фигня. Так, ребята, мы не стираемся, поэтому я пишу так. Это перманетно. Предложим. О, какого-то. Жу. Предложу, да. О, Бог. Или что? Не за что. Я вам не попрашиваю, я сказала, пиши. Подожди. Подожди. Ладно. Кого что вы видели? Кого что вы видели? Предложу. Кого? Или что? Да, и кого? Это в случае, если мы предлагаем что-то обдушевленное. Что? Это если что-то неживое предмет. В данном случае у нас встреча. Это какое? Живое или неживое? Неживое. Отлично. Значит, вопрос какой? Предложу. Что? Встречу. Подержи, будем работать. Не вопрос. Не, не, это нормально. Это нормально. Мы просто возьмем, подержи, вопрос, вспомогательные слова. Да, вижу, 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 кого, что, да? Соответственно, мы учим окончание. Конкретно, не меняется, мы просто выучим. Итак, я хочу предложить вам встречу. Отлично. Согласен? Да, он согласен, уговорил. Вот, итак, поехали быстренько по материалу. Памятка. Итак, выписала основное, что нужно запомнить каждому из вас. Просто на будущее. Потому что в любом случае, в Болгарском, в Русском, вы будете звонить, вы будете что-то предлагать, да? Дай Бог никому не искать работы, но тем не менее, каждый может с этим столкнуться. Вы должны подать себя как истинного профессионала. Правильно? Чтобы оставить первое правильное впечатление. Знаете, как у нас говорят? У нас говорят о том, что первое впечатление нельзя исправить. Оно первое. Оно или хорошее, или плохое. То есть, вы или произвели хорошее впечатление на человека, или плохое. Что бы вы потом ни делали, как бы вы там ни танцевали, тем бы хорошим быть человеком ни оказались. Осада-то станет в любом случае. Поэтому, да, еще, еще очень важно. То, что является таким, знаете, ну, не знаю, правильно или неправильно, но, если будете сталкиваться с русскими, для них очень важен внешний вычеловек. То есть, у вас должны быть начищенные обуви, ухоженные руки, чистые, да, там, волосы. У вас должны быть, там, опрятный костюм. Вы не можете появиться, например, в джинсах, где вы выходит в кучу. То есть, просто не поймут, с вами не захотят общаться. То есть, это менталитет, да? Нас, говорят, встречают по одежке, а провожают по луну. Да? Ты знаешь, не заметила этого в Болгарии. Вот за 9 месяцев я вот никак не столкнулась с этим. Да, я много обращаю внимания, много анализирую, но сказать, что у вас есть культ одежды, не могу. Разве что иногда в Грандморе, когда я там выбираюсь на шопинг, вот как. Ну, как, у вас вот такие вот тоже хватает. Ну, все окей. Вот. Итак. Дресс-код. Универсальная с... Да, 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 да. Вот бы Светлана пришел, да, надевал бы встречу. Я думаю, что русский бы поднялся молча, вот ты ушел. Вот в таком виде. Просто молча, даже не уравнив к русскому. Поэтому, к сожалению, для менталитета, да, наш это очень младше. Опять-таки, ты заходишь в магазин, если здесь ты заходишь в магазин, да, вот на личное наблюдение, тебя в любом случае обслуживают. У нас один магазин, да, в каком-то не таком виде, от тебя нос отвернут, если ты три раза не позовешь, тебя сделают пишут, тебя просто не заметят. То есть, вещизм и меркантильность, она на достаточно высоком уровне. Меркантильность — это любовь к деньгам, материализм. То есть, это для тех, кто, ну, как бы не знает значения слова. Итак, ребят, разговариваем по поводу собеседника, да. Если вы хотите, чтобы собеседник вас воспринимал правильно и хорошо, подбирайте сразу же обозначение того, как вы его будете называть. То есть, вы собираетесь навстречу, подумайте, как вы будете обращаться к этому человеку. Вот прежде всего, вы знаете, когда готовила этот урок, я видела, что деловое общение — это люди более старшего возраста. Так вот, те, которые выросли в Советском Союзе, они еще помнят слово «товарищи». Когда так называли «всем» и «всяк». Это было уважаемо, это было супер, это было превозношение самого человека, что ты товарищ, да, что ты социалистический человек. Это здорово. Но сейчас к слову «товарищи» достаточно пренебрежительное отношение в России, поэтому я бы не советовала. В болгарском языке и в русском языке существует такое, вот, понимаете, как «господин». Если вы выберете это слово, вы не ошибетесь. Господин, вот, или там, госпожа, да. Но опять-таки, смотрите, очень важный момент. Если это женщина, вот, если это женщина, слово «госпожа» достаточно своеобразное в русском языке. Это повелительница, та, которая управляет, от слова «господствовать», да. Поэтому, когда мне ребенок приходится, что говорит «наша госпожа», меня аж передергивает, если честно. То есть вот на этимологическом уровне, на уровне слов, возникновения слов, это звучит не очень приятно. Поэтому зачастую, когда вы приходите куда-то, обращаются «дамы и господа», да. Вот, или «сударь и сударь». Ну, это более-таки, вот, немножко устаревшие, но тем не менее, сейчас, если вы придете в театр, если вы придете куда-то на концерт, более-менее классическая музыка, да, такой вот, вот, культурно-возвушенной, вы можете услышать «сударь и сударь», «дамы и господа». «Сударь, а там что-то написано?» Где-то, где-то вот, где-то вот, где-то вот есть, в салах. Вот, господин, господин, это в третьем. Да, да. Господин, на один момент. То есть, вот этот момент, сразу же выберите себе, как вы будете называть человека. Как вы к нему будете обращаться, чтобы у вас потом не было дискомфорта. Вот. Это тоже очень-очень-очень важно. Как в телефонном общении, так и в общении в живых, да. Дальше, что еще очень интересно. В русском языке зачастую нет разграничений, да, по статусу. Вот. Женщина или мужчина. Вот. Зачастую обращаются, например, это если это мое, то это мое, да, по статусу. И этот статус каждый раз подчеркивается. Потому что есть такая традиция, каждый раз превозноситься на собеседнику. Указывая на его социальный статус. Это деловое общение. И именно в деловом вода мы говорили с вами изначально. Чем отличается деловое общение от обычного общения? Ощущаете разницу? Да? Нужно продумать, как вы изменизываете человека. Какими фразами вы с ними будете общаться. То есть, достаточно сложный момент. Вот. Отдельной темой у нас идет телефонная разговорка вообще. Если здесь вы еще видите человека, он видит ваши глаза, и он понимает, что вы где-то ошиблись. Вы где-то, да, там допустили какую-то мелочь, какую-то там, да, ошибочку. Он не обратит на это внимания. По телефону слышит все. Человек чувствует вашу нитку. Человек чувствует ваш тембр голоса. Человек чувствует ваше настроение. Поэтому, когда вы звоните, одеваю на нитку. Здравствуйте. Я рада вас слышать. Что вы говорите? Да, неужели. Да что вы что? Ах, да, конечно, и вам добрый вечер. Конечно, до свидания, до свидания. То есть, вы всегда должны говорить на улыбке. Если вы хотите, чтобы ваш разговор пришел в тот результат, который вы хотите. Это психология, на которой строится дневное общение. Результатом дневного общения есть продажа собственных услуг или покупка чьих-то с выгодным контекстом для себя. Увы, опять-таки возвращаемся, да, к чему-то, по-моему, что-то. Никуда от этого не длился. Дальше, еще один момент, очень интересный. Да, формула подглаживания, так называемая. Формула подглаживания, когда вы не говорите, да, это пункт номер пять. Формула подглаживания. Это психологический термин, который употребляется тогда, когда вы не хотите, скажем так, с человеком продолжать разговор, чтобы вы хотите его скорее закончить. Вы погладили его слух. Его, скажем так, эго ублажили и закончили, скажем так, да, какой-то свой разговор. Очень часто говорят, ну, все, ни пуха, ни пера. То есть, означает всего хорошего. Там я написала, да, ждите, последний, ни пуха, ни пера. То есть, означает, что... Да, да. Может, сам запомню, что помните, на котором знаете русский. Больше, аз, по нему, не знам русский. Предполагаем хитина, как-то, не знайте. И на повреждение, за превеже горя дома, или... Какво значит, что-то, в смысле, говорю в него, ваше... В смысле, от полгунта думи, примерно, не знам, ваше, не всичко. Разбираем. Ага, смотри. Сегодня, сегодня у нас такая тема, которую я по болгарски просто не одолею. Вот. Использовать перевод не будет дословного перевода, и не будет идеального понимания. Не будет. К сожалению, сегодняшний урок мы направляем только на слушать и вычленять знакомые слова для себя. Вот. Потому что со следующего урока мы, скорее всего, или разделимся на две группы для тех, с кем нужно учить азбуку, да, и с кем нужно учить от самого начала, начиная, привет, как тебя зовут, да, ну, примитив. И разделимся на тех, с которыми мы можем говорить о том же деловом общении. То есть, как правильно работать с русскими. То есть, те, которые настроены на продвижение себя, там, по карьере, по каким-то моментам. То есть, мы просто разделимся. К сожалению, сегодня я выставила голосование. Вот на голосование была выбрана эта тема, и те люди, которые записались сегодня на урок, они все якобы отписались, потому что не владеет, но не им, скажем так, да, русским, болгарским, все становилось. Вот. Просто, я опять думаю, то есть, мы с вами знаем, что вы будете с их проявлением, как вы догадки, да, 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 импровизация, все. В данном случае, в данном случае, я тебе могу посоветовать взять с собой вот эту памятку, вот, и думаю, просто попробовать перевести. Те, которые слова будут для тебя особо сложными, трудными, да, вот, подчеркнив, напишешь, я тебе помогу их перевести. Ты говорили, чтобы ты понимал, если общий смысл ты улавливаешь, детали тебе на сегодняшнем уроке, они просто тебе не помогут. Ты работаешь с русским? Нет. Нет, не работаешь. А ты хочешь работать в России? Хотел бы? Так, хочешь познакомиться с русской девочкой? Я думаю, это правильная вопрос. Я хочу, чтобы я научил русский язык, а за это не нужен. Вот, поэтому, поэтому мы, скорее всего, разделимся на несколько. Вот, Светлё, а когда у нас там еще времечко есть? Какого из вас там? Нет. Куда я могу? Град, я скажу, что ты говоришь. Куда я могу? Куда я знаю, ты изгонишь. А нифига, там все забито. А куда можешь? Да я могу, я могу. Есть град? Есть град? Отдыхайся. Такой что? Слушай. Подожди, а он не будет? Да, здесь будет. Здесь будет. Здесь будет. Мне казалось, русский я не понял. Я понял, но можно говорить. Не отмазывайся. А он по-русски, мы все правильно поняли. А он понял. То есть 19-20, правильно? 19-20. Отлично. Все, мы на этом остановимся. Пиши тут сразу русский еще. Окей? Да. Ребят, мы на следующий понедельник на 19.00 до 20. Пригласим тех, кто нуждается в азартах. От начала. От него один. Вот, на 19-20. 20-21. Мы будем общаться на поле, как бы, продвинутые серьезные темы. С теми, кто уже знает русский. Вот. И тем, кому интересно его, да, углубление конкретно. То есть работа с поддержанием. Поэтому начнем, придержи, тренировать на каждом уроке. Вот. От 7-20. Да. От 9-20. От 7-20. От 7 начинаетчика. Обаче, върмалят на санзелите съм от 8 часа направо. Да, пълпускам гледателите. Да. Вреди, върмалят другия пългар. Само пългар. Да. Само пългарно. В 7 часа на ли начинаетчика, кои ще иска да дойдат. Обаче, кои ще дадят от 8 часа. От 8 часа на предмет. А можем да. Да, обаче, аз перенеса, да до 7-20. Ага. А, ну а че от 8 часа да се начинаеш? Типа, върмаля се прокачивайся. Тебе удобно? Тебе неудобно. Вот. А, значит... Удобно было 2 из 2 променута для нас. Вот. А, значит, ты во сколько, Калаян, ты во сколько заканчиваешь? Свершиш работа? С... С... 19. 19. Угу. И далеко? Да? Да? 3 минуты до... 8 часа на предмет, а 7 часа... 20 часа. В... 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 Следоватем его, да. 20 часа начинаешь. Так, давайте так и сделаем, наверное. Да, да не будет. Да. Даня, значит, нам приходишь приходить тогда, когда тебе удобно. Вот. И... Со временем, пока у нас будет какая-то работа в парах, мы будем шлифовать то, что у нас есть. Выбирая тему конкретно. То есть та, которая нужна. Не просто, вот, да, в кафе. У... ... ... Этот вопрос мы решим, то есть это не проблема. Мне намного проще ей одной уделить более глубокое внимание, чем всем объяснять каждому. Итак, заканчиваем, заканчиваем, читать вы умеете? Нет, не вред. За глаза держи, читай. Клайм, держи. Разве вы не знаете, что это человечки? Если дальше, то я не могу сказать. Мартин, держи. Радость, держи. Итак, читаем. Читаем. Пока читаем. Так? Читаем. Мартин, у тебя все понятно? Так, мы их каракулим. Итак, у нас сейчас с вами будет такой интересный тренажер. Словесом. Попробуйте, каждый клиент разобрался, как читать. Итак, давайте по каждой фразе. Давай начнем с вами. Неужели? Неужели поступление этого товара не ожидается до конца месяца? Знак вопроса, да? Вопросительная интонация. Неужели, да, не ожидается поступление товара? Есть. Калаян, твоя вопрос. Давайте, я помогу прочитать. Не. Да, да, давай, 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 давай. Мне кажется... Мне кажется... 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 Что вы забыли, где находится... 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 Находится ваше рабочее место. Рабочее место. Работе место. 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 Итак... Работе место. Мне кажется, вы забыли, где находится ваше рабочее место. Поможешь мне перевести правильно? Все. Все глупо понимаем. А? Да. Ну. То есть смысл? Да, да, смысл. Понял, да? Стреклазар, твоя фраза. Присмысловый. Не отмазывай, ты только разочный понял. А мы сейчас проверим. А мы сейчас проверим. Что ты думаешь? Разве? Разве вы не знаете, что это человек? Здесь? Здесь? Здесь волшебный. Смысл понятен? Разве? Разве? Ну, неужели? Кажется, что вы не знаете, какой это человек? Человек? Человек. 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 Не, а вот. Здесь. Только. Да. Здесь. Вот. Итак, понятно? Мартин, у тебя отдельно. Итак, смотрите, у вас у каждого есть фраза. Эту фразу нам нужно произнести с определенной интонацией. Да? Мы учимся владеть своими эмоциями. Вот. Итак. Итак, 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 итак. Фразу. Начальственно свою фразу, да? Как начальник. Вот. Попробуйте передать тон начальника, недовольного начальника. Пробуйте передать свою фразу. Все глаза. Лучше зима. Разве вы не знаете, что... Разве. Разве вы не знаете, что этот человек с даться больше не работает? Не работает? Не работает? О, нет, там нет вопросов. То есть у тебя интонация, она вызывающая. Она идет вверх. Разве это возмущение? Разве вы не знаете, что человек с даться больше не работает? Здесь. Больше. Не работает. А теперь еще раз. Попробуйте что-то. Да. Вот на причину него, нарубкается. Блин, ты придурок. Ты что сюда придурок? Ты что, не знаешь, что этот человек здесь больше не работает? Разве вы не знаете, что этот человек с даться больше не работает? Здесь. Здесь тоже. И все. И упал. А где окончание? Больше не работает. А теперь радость читает твою фразу злобно. Неужели поступление этого товара не утверждается? Не верит. Еще. Вот по злому. Мы вот тебя выверли. Но неужели вы не понимаете? Я столоб ты эдакая. А ты что, не понимаешь? Учишься, я буду. Неужели поступление этого товара не ожидать до конца месяца? А теперь по-дружески. Неужели поступление этого товара не ожидать до конца месяца? Отлично. Коловян, раздраженно. Вот, вот тебя все достало. Все люди, твари. Вот, вот я хочу, чтобы меня оставили в покое. Из нервину. Да, из нервину, да, да. Доброе утро. Все, целое, твари. Да? Да? Да, условно. Давай, давай. Мне кажется. Мне кажется. Мне кажется, что вы забыли. 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 Где находятся. Ваше. Ваше работе место. Рабочее место. Рабочее место. А теперь еще раз, только раздраженно, да? Вот ты идешь, ты директор, ты идешь по коридору и видишь, что твой работник ничего не делает. Мне кажется, вы забыли, где находится ваше рабочее место. Рабочее место. А теперь еще раз. Еще раз. Рабочее место. Да? Рабочее место. Рабочее место. Только так вот, вот передай эмоциями, что вот ты начальник. Да, но все дела так, само начало, как такая. Начальник, начальник, что нормально, разговаривай. Учится разговаривать, разговаривать правильно сразу же. Учится проявлять свои эмоции. А как ты по телефону будешь проявлять свои эмоции? А ты должен человеку передать свое состояние. Учится. Учится. Учится после вечера с передачей эмоции. Давай еще раз. Не прокатит. Не прокатит, чтобы забыли, где находится ваше рабочее место. Почти хорошо. Я тебе очень советую взять, переписать своей рукой в тетрадь и расставить ударение. Вот, написать перевод этой фразы. Идет? Да. Итак, а теперь слушаем Мартин. Да? Я тебя по Мартинам, по Мартинам. Ты будешь прости. Как тебе нравится больше? Мартин. Мартин, отлично. Если по-русски. Итак, у тебя они будут. Да? Все знают, что такое они будут? Сколько ты говоришь? Биц. Это смешная история. Да. Биц. В ивце. 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 Русский приходит домой после смерти жены. Задание. Да. Ну, знаете, бывает какая-то стерва. Мы, кстати, вчера с подругой пытались найти разницу. Она живет в Болгарии уже больше 30 лет. И она мне вчера говорит, и у нас тут все взрослые есть такое слово «суха». Я думаю, что вы все слышали, в принципе, достаточно, ну, ну, как бы, да, «собака женского рода». Да, в русском языке точно так же «собака женского рода» — это «суха». Вот. Но очень часто русские используют это слово в отношении женщин. Вот. Как ругательное, как матерное слово. Ну, есть такое дело. Вот. И очень интересный момент. О том, что она мне говорит, вот, стерва тоже, которая используется в русском языке очень часто, ассоциируется с этим словом, это одно и то же. Да, стерва. Да, да. Это женщина, которая очень... Нет. Которая имеет очень плохой характер. Так. Та, которая, скажем так, да, является такой вот неприятной в плане мужчин. То есть она издевается над ними, она их унижает, то есть она себя превозносит, что я лучше всех. То есть, ну, говорят по-русски, что это стерва. Да, мне почему-то рыбоко стерва сошлось с этим словом. Да, я говорю, я купила стерва. Вот. Да, ну вот. Нет. И вот. Вот. Муж похоронил такую вот стену. Вот он приходит домой. И у него возникают разные эмоции. Да? Вот давай мы произнесем эту фразу с различными эмоциями. С эмоциями разобрался? Да, да. Да. Это, ну, предложение одно и то, что только эмоции там разные. Да. Итак, вот он пришел только домой. Вот все, да? Он разбит горем. И что он говорит? Вот передай эмоции разбитого горя мира. Только ты ввожу его по-русски. Ты сам, совсем, 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 совсем. Значит, и первая эмоция это один, совсем один. Грустно, да? Верим? Ничего. Да. Чуть позже он посидел дома. Он ощутил тишину. Он понял, что не все в жизни так плохо. Вот. Да, и что дальше? Один. Совсем один. Ещё чуть-чуть время прошло. Один. Совсем один. Прости. Один. Ммм, один. Совсем один. Да. И наконец. Один. Совсем один. Да, свобода. Живу похоронил. Павел, да? Один. То есть, вы видите, одна из наших фраз. Знак вопросов. Восклицательный знак. Троеточие. Это всё имеет очень большое значение. Точно так же в первом общении. В зависимости от того, какой знак вы ставите в конце своего предложения, как вы его заканчиваете, такое впечатление выставляете себе человеку. Человеку. Вот. Всё. На сегодня всё. Следующий понедельник жду на отдельные занятия. Да? С тетрадями. Для него один. Вот. Разбираем дома то, что я вам дала. Хорошо? Допустим. На нашем задании. Да. А ты с удовольствием? Л.М. На следующее занятие. На следующее занятие. Занятие. Мы будем с вами изучать основы общения. На улице познакомиться. Как представиться. Как рассказать о себе в трёх-пяти предложениях. Договорились? И будем учить основы грамоти. То есть рассматривать роды существительных штат, какие существуют в русском языке. Будем начинать от самого-самого маленького. Договорились? То есть на самом начальном уровне. На него один. И на него минус один. Азмога, да. Умога на вас. С вас. На болгарский язык. Вы будете учить меня. Да, в болгарском. Я буду помогать вам с русским. Так что мы обои разговаривали без ошибок. Это очень важно. Итак. Для сегодня у всех до свидания. Это всё домой. Это всё ваше. Дома читаем. Разбираем. Вот. Что непонятно, я на связи спрашиваю. Пишем. Договорились? Вот. А тех, которые у нас всё понимают и всё знают, выбираем те в дальнейшем занятия. Вот. Та, которая будет актуальна для вас. Вот. Я жду ваших предложений. Говорим. Чтобы это было не просто, знаете, как воздух запасать. Чтобы это было продуктивное занятие. Потому что сегодня отработали один, два, три. Все остальные наслушались, да? Да. Напились, наслушались. И так, всем огромное спасибо. То, что вы сегодня выделили время, да, пришли. Все материалы вы забираете с собой. Вот. И делаем папочку материалов просто музыку, которая будет с вами потом на дальнейшем. Забыли, прочитали, посмотрели. Можете черкать, писать на них всё. Спасибо. Спасибо. Ну, я прошу. Да? Возьми дважды. Точно. Артим, так ты там разобрался с прозеологией? Нет? Да, я разобрался, было яйца. Так, как ты вот. Крепотца... Фрепотца, это... Фрепотца, это... Фрепткий голос, да. Нет, 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 не фрепти голос, Это в голосе, когда пробивается такой хрип, знаешь, легкий-легкий, я не заметил, перед голосом с хрипотцой. Зачастую говорят о женщинах, которые работают в секс-пателефоне, перед голосом с хрипотцой. То есть вот что-то вот такого плана. То есть такое, знаешь, непонятное было. Ну, вот. Еще когда ты раскошеливаешься, раскошеливаешься, да, соответственно, тратишь деньги с кошелька. Да, вот. Раскошелиться очень часто это используют. Я сегодня раскошеливался. Я потратил деньги с моего кошелька. То есть я... В минусе. Да, да. А, насос это... Да, да. Насос это... Компас. На пляж высыпают... Смотри. Слюбки или нет? Нет, 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 нет. Если ты возьмешь мешок камней, и вот так вот их высыпаешь, они разбегутся кто куда. То есть высыпают... А почему высыпают? Они высыпают все. А высыпают... Кто там высыпает? На пляж. Оголтелые, да. А на пляж высыпают... Они что делают? Они высыпают чай без себя. Они сами из себя вот так вот выносят. Они выбегают. Они высыпают. Но опять-таки еще учитывая, что ДТР достаточно своеобразный. А, да. Да, 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 да. И у нас, господи, есть франк. Оголтелые. Знаешь, что такое оголтелые? Бешеные. 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 Я подумал... Не от слова голое тело, а от слова бешеные. Я думал, что это... Нет, 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 нет. Ага. Не, ну, грудастые, да. Да. Вот, обрати внимание, да, то, о чем я вам говорила. Грудастые секретарь Шип. В данном случае, вот, используют в том значении... Да, да. То есть, уместительное отношение. Кадык. Кадык. Ага. Это кадык. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...